Приветствую вас на канале Райвика! Удивите своих близких и гостей этим вкусным блюдом! Они ни за что не догадаются, что вы предлагаете им обычные синенькие, то бишь баклажаны. Ну давайте, садитесь удобно, ставьте прямо сейчас лайк и смотрите рецепт внимательно! В емкость отправим 3 яйца куриных, добавим черного молотого перца, Орпека! Хорошо подсолим яйца, где-то с пол чайной ложки соли сюда добавим, и можно вилкой перемешать их, ну либо венчиком, но вилку меньше мыть. Теперь нам с двух синеньких нужно содрать шкуру. Сейчас попробую это, о, получается, это хоть у меня для морковки, но сдирает из синих тоже. После того, как почистили синенькие, нужно их порезать на довольно такие крупные кусочки. Вот такие куски, видите? На довольные кусочки. На довольные кусочки, еще бы! Баклажаны отправляем в яйца, и нужно их хорошо перемешать. Теперь баклажаны нам нужно отставить в сторону, либо в холодильник, если у вас очень жарко, у вас очень жарко. На один час они должны прямо в этих яйцах мариноваться, но не забывайте там в течение 15-20 минут перемешивать, чтобы яйца равномерно каждый кусочек баклажана окутывал. Пока маринуются баклажаны, мы берем один лук и нарезаем его на такие кусочки, какие хотите, тут не принципиально, хоть полукольцами, хоть мелко, хоть средне. Как захотите, так и режьте. В сковородку наливаем около 4-х столовых ложек растительного масла и нагреваем масличко. Лук отправляем в сковородку и жарим до золотистого цвета. Время от времени я помешиваю баклажаны. Обжаренный лук нужно пересыпать в какую-то тарелочку, а масло оставляем в сковородке, то, что осталось. Нам нужно извлечь лук только. Теперь возьмем 3 зубчика чеснока, пучок петрушки или то, что у вас есть. У меня в данном случае кинза. Я петрушку заменяю кинзой. Можете взять или-или, или и то, и другое. И измельчаем. И чеснок я тоже порежу мелко. Все, что можно, нарубали, обжарили. Час времени прошло, замариновали. И идем к плите. В сковородку, в которой жарили лук, у нас тут даже масло осталось, вы заливаем прям соком совсем. Синенькие. И жарим минут 10, периодически помешивая. Без крышки? Без крышки жарить, да. Оно испарилось, да? Да. Как картофель. Обжарились синенькие. Высыпаю сюда обратно лук, который мы перед этим жарили. Перемешиваю. Сюда же отправляю зелень и чеснок. Перемешиваю. Буквально минуточку обжариваю и выключаю огонь. Ох, 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 да. Плющит так супер. При желании добавьте ложку, две домашнего вкусного майонеза. Прям тут перемешаем. Дымим, паруем. И находим красивую салатницу у себя дома. И полученный салатик высыпаем в салатницу. Так просто и быстро салат готов. Сейчас попробуем. Говорят, что это вместо мяса подходит. У нас, заметили, началась неделя веганской еды. Ммм, какой он сочный. А реально, как будто я ем мясо или грибы. Ммм. С таким салатом ваших друзей, гостей, любимых со стола за уши не оттянешь. Настолько это вкусно, съедается вмиг. Поэтому я вам очень рекомендую. Готовьте, готовьте и готовьте. Получайте море удовольствия. А я получаю его в виде ваших лайков и комментариев. Поэтому не стесняемся. Пишем, ставим лайки. А если вы у нас впервые, то присоединяйтесь к нам. Нажимайте красную кнопку подписаться. Будет с вами Райвика, легкость, любовь и вкусный, сытный желудок. Хорошего дня вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok